Бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد Продолжим разбор суры Аль-Кари Мы разбирали 6 аят فأما من ثقلات موازينه Мы сказали, что فا это истина фит فا указывающая на возобновление речи, на новое предложение مبني على الفتح с неизменяемым кончанием из فتح на конце أما это حرف شرطن وطفسيلن وطوكيدن условные частицы, частицы подробного разъяснения, изложения частицы усиления مبني على السقوني с неизменяемым кончанием суконом на конце Мы подробно поговорили об этой частице в предыдущих двух уроках поэтому не будем возвращаться к ней каждый раз поэтому мы не будем сейчас повторять заново что она замещает собой محماء, كنمشين и так далее а перейдем к следующему слову من من это إسمان موصولن относительное местомение مبني على السقوني с неизменяемым кончанием суконом на конце في محالي رفعن на месте падجاء رفعن مبتدون подлежащие именного предложения سقوني أتفعل المادن глагول прощающего времени مبني على السقوني مبني على السقوني с неизменяемым кончанием с فتح на конце مبني على السقوني مبني على السقوني признак مبني على السقوني 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 или فا имеющийся в начале ответ ответного предложения в основе مبني على السقوني с неизменяемым кончанием с فتح на конце مبني على السقوني مبني على السقوني مبني على السقوني раздельное местомение مبني على السقوني с неизменной فتح на конце с неизменяемым окончанием с فتح на конце محل رفن на месте падجاء رفن именительного падежа مبتادون подлежащее именного предложения а точнее مبتادون ثان второе подлежащее ведь мы еще не упомянули хабры сказуемого المبتادون الأول первого подлежащего то есть من فى اتحارف جرن предлог родительного падежа مبني على السقوني с неизменяемым окончанием с уконом на конце «Ишатин маджрурун бифи» поставленный предлогом «фи» в состояние «жар» у родительной падеж. «У аламуты жары» признак падежа «жар» в этом имени. «Аль-касрата-захирату аля ахирихи» явный «каср» на его конце. «Валь-джару вал-маджруру» предлог родительную падежа «фи» и поставленное им в состояние «жар» слово «Ишатин» «Мутаалликун состоит в смыслах связки бихабрин махзуфин» со скрытым удаленным хабаром, сказуемым. Или как для лёгкости здесь говорят, является самым хабаром. «Хабару аль-мубтадай» «Валь-мубтада ул-сайни маа хабария второе подлежащее «ху» со своим сказуемым «фи» ишатин или «кайнун фи» ишатин «святы жумнатун и смьютун» именное предложение «фи махалли ров на месте падежа ров именительного падежа». «Хабару аль-мубтада аль-аввали» сказуемое первого подлежащего, коим является относительным местоменем «ман». «Валь-айду аль-мубтадай» «возвратное местомене к подлежащему «ман» «Валь-мубтада аль-аввали маа хабарии первое подлежащее «ман» со своим сказуемым, выраженным именным предложением «ху» фи ишатин». «Все это жумнатун и смьютун» «именное предложение» «истенафиятун» или «мустановатун» «возобновляемое новое предложение» «Ла махалля хамин аль-араби не имеет места в падеже». «Все это предложение» можно представить в основе вот так. Если мы скажем «Махма якун мин шейн» «фаллядзи утия китаба ху бияминиха» «хуа фи ишатин» «радуя». Дальше «радуятин» это «натун лил ишатин» «натун лил ишатин» «являс натым» «апписанием» или «апредленным» для слова «ишатин» «унатл мачруры» «мачруры» «мисл» «апредленное» «поставленное в состояние жар» «в родительном падеже имени» «также будет поставлен состояние жар» «уаламуту жар» «присник падежа жар» «здесь» «аль-касрату-захирату аля ахири» «явный каср на его конце» «улаху алам»